Гантели, блин. Тебе мозгов хватило продать? Че ты косметику свою сраную не продала? Эти гантели лежали уже много лет. Я завтра хотел, может, поздравить. Завтра, поздравить. Тебе это вообще волновать не должно. Я хотела продать ненужную вещь на эти деньги и купить тебе подарок. И купила тебе толстовку из-за ЧНМ. В смысле ненужную вещь, Катя? Ты даже ее не посмотрел. Я виновата, что мне такое задание попало? Продай на Авито ненужные вещи и купи ему подарок. Ничего, слово ненужные, понимаешь? Гантели мне на хрена мои продала. Где они лежали, окей? Ты помнишь хотя бы, где они лежали? Там они где-то лежали. Там это где? Я толстовку эту заберу себе. Ага, сейчас. Гантель вернешь, забирай, что хочешь. Толстовку оставишь. Даже спасибо не сказал. Спасибо, что продала мои гантели. За подарок? Блядь, спасибо надо было сказать. Свинья. Ситуация трэш. Судя по всему, да? Я думаю, вы тоже поняли. Они играли в какую-то там игру, и вот ей было задание продать что-то ненужное. И, конечно же, что ненужное оказалось? Имущество парня, ну или мужа, не знаю, не суть. Своё, конечно же, всё нужно. Все вот эти тысячи платьев, 25 пар обуви, да, там, тонны косметики, там, ещё какие-нибудь безделушки. Всё это нужно. Даже если она не носит и когда открывает шкаф, говорит, ну, блин, не одеть нечем. Обидно и досадно за парней, которые попадают вот в такие отношения, где женщина абсолютно не принимает какие-то, знаете, моменты, где есть личное, да, личное пространство, личные вещи. И даже если они лежат, не суть важно, занимается он ими, не занимается. Это его. О чём это говорит? О том, что она к нему вот именно так и относится, что всё, что его, это общее, а то, что её, это её. Ну, в принципе, то же самое и зарплатой.